Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Евангелие от Матфея, 10 глава. И призвал двенадцать учеников своих, Иисус дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и вращивать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена Сусии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп Варфоломей, Фома и Матфея Матарь, Яков Алфеев и Левий, прозванный Падеем, Симон Кананаид и Иудаискариот, который и предал его. Сих двенадцать поссал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарийский не входите. А идите наипащих погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили? Даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одеж, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир, дом и сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской, в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И кто не берет креста свои и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвалатель, милосердный Создатель! Кроме тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй. По великой незрещенной милости Твоей. Хвала Тебя! Слава! Аллилуйя! Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав темницы о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. Сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные ощущаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится, а мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, «Се, я посылаю ангела моего перед лесом твоим, который приготовит путь твой перед тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. А одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, «Если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Но кому подобен роды сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не писали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Аллилуйя! Господи Божий наш, слава Тебе! Ты дивно велик Господь! Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет и говорит, и в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость с чадами ее». Тогда начало Иисус укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Спаситель! «Но говорю вам, Тиру Исидона отрадней будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земля Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл том младенцам». Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё лёгко». Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, с честью поклонения, слава и благодарения за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй. Велико долготерпение Твое, Господи! Благослови ночью и ночь, и сохрани нас от всякого рода зла и греха. Аллилуйя! Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колоссия и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал самый бывший с ним, как он вошел в Дом Божий, ел хлебы и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ними, а только одним священникам. Или не считали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, пойдя оттуда, Иисус вошел в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять субботы. Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботы делать добро?» Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Тогда говорит человеку тому, «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Иисуса, как бы погубить его. Но Иисус узнал, удалился оттуда. И последовало за Иисусом множество народа, и он исцелил их всех. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе, милостердный Создатель! И запретил им объявлять о нем, да сбудется речено через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не взапиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит в суду победы. И на имя его будут уповать народы. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть». И дивился вес народ и говорил, «Не это ли Христос, сын Давида?» Фарисеи же, услышав все, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силы Визеулла князя Бесовского». Но Иисус, зная помышления, и сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силой Визеулла изгоняю бесов, то сыновья ваши еще и силой изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Или как может, то войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот растачает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни в семь веки, ни в будущем. Или признавайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признавайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников-парисеев сказали Иисусу, Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ, Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Цариса Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, и бывает для человека как этого последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя. Хвала тебе, наш Иисус. Когда же Иисус говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая поговорить с ним. Говорит, и некто сказал ему, вот, матерь твоя, братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто, матерь моя, и кто, братья мои. И указав рукой своей на учеников своих, Иисус сказал, вот, матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Царю небесный, утешителю души истинной, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше. Имеи Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже есть и на небесе, да светится имя Твое Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши Яко же и мы оставляем ложняком нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом Ибо Твое есть слава и сила во веки. Аминь. Аллилуйя Спаси нас, Господи, помилуй и благослови Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его И добежат от лица Его, ненавидящие Его Яко исчезает дым, да исчезнет, и охотает воск от лица огня Так, а да погибнут бесы от лица любящих Бога И знаменующихся крестным знаменем, да вознеселимся рекуще Радуйся, крест Господень, прогоняй бесов силой на Тебя Распятого Господа нашего Иисуса Христа В ад шедшего, поправшего силу дьявола Даровавшим крест твой счастный на прогнание всякого супостата О, пресчастный и житворящий крест Господень Помогай мне со Пресвятой Госпожой Девой Богородицей Со всеми святыми небесными силами Всегда, ныне и пресно и во веки веков Аминь Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и помилуй нас Благослови путешествующих братья наших, Яхима Благослови их и сохрани их Поставь Твою святую охрану Спаси нас и селение наше, Господи, от пожара, от воров, от нечистой силы От всего, что не славит Тебя, Господи Умилосердись над народом с ним И пошли добрых благовестников, миссионеров К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам И всех привлеки любовью Твоею Что Ты умер за всех И Твоя причистая кровь очищает от всякого греха Слава Тебе, Христе Божий наш Слава Тебе, милосердный Господь Что Ты создал церковь святую, истинную, и православную Которая, как корабль, сияет всеми огнями Хвала Тебя, Господи, даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастле Господи, освободи их от сребролюбия От нарушения таинств, от симонии Помилуй нас, Господи Не во гневе обречай и наказывай детей Твоих Тебе, Господи, слава, хвала, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Евангелие от Матфея Глава 13 Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря И собралось к нему множество народа Так что он вошел в лодку и сел А весь народ стоял на берегу И поучал их много притчами, говоря Вот, вышел сеять и сеять И когда он сел, иное упало при дороге И налетели птицы и поклевали то Иное упало на места каменистые Где немного было земли И скоро взошло Потому что земля была неглубока Когда же взошло солнце, увяло И как не имело корня, засохло Иное упало в терния И терния выросла и заглушила его Иное упало на добрую землю И принесло плод А одно во сто крат, а другое в шестьдесят А иное же в тридцать Кто имеет уши слышать, да слышит И приступив ученики, сказали ему Для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ Для того, что вам дано знать тайны Царства небесные, а им не дано Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться А кто не имеет Вот он отнимется и то, что он имеет Потому говорю им притчами Что они люди, видя, не видят И слыша, не слышат И не разумеют Избывается над ними пророчество Исаии Которое говорит Слухом услышите и не уразумеете И глазами смотреть будете и не увидите Ибо угрубело сердце людей сих И ушами с трудом слышат И глаза свои сомкнули Да не увидят глазами И не услышат ушами И не уразумеют сердцем И да не обратятся, чтобы я исцелил их Ваши же блаженны очи Что видят и уши ваши, что слышат Ибо истинно говорю вам Что многие пророки и праведники Желали видеть то, что вы видите И не видели И слышат то, что вы слышите И не слышали Вы же выслушаете значение Притчи о сеятеле Ко всякому слушающему Слово о царстве И не разумеющему Приходит лукавый И похищает посеянное В сердце его Вот кого означает Посеянное при дороге А посеянное На каменистых местах Посеянное на каменистых местах А посеянное на каменистых местах Означает того, кто слышит слово И тот сейчас радостью принимает его Но не имеют в себе корня И не постоянно Когда нас тканет скорбь Или гонение за слово Точно соблазняются А посеянное в тернии Означает того, кто слышит слово Но забота века сего И обольщение богатства Заглушают слово И оно бывает бесплодно Посеянное же на доброй земле Означает слышащего слова И разумеющего Который бывает плодоносен Так что иной приносит плод во сто крат Иной в шестьдесят А иной в тридцать Другую притчу предложил Иисус Им, говоря Царство небесное Подобно человеку Посеявшему доброе семя На поле своем Когда же люди спали Пришел враг его И посеял между пшеницей Плевелы И ушел Когда взошла зелень И показался плод Тогда явились и плевелы Придя же рабы Добовладыки сказали ему Господин Не доброе ли семя Сеял ты На поле твоем Откуда же на нем плевелы Он же сказал им Враг человек сделал это А рабы сказали ему Хочешь ли мы пойдем Выберем их Но Иисус сказал Нет Чтобы выбирая Плевелы Вы не выдергали Вместе с ними И пшеницы Оставьте расти вместе То и другое До жатвы И во время жатвы Я скажу Ждецам Соберите прежде Плевелы И свяжите их В связки Чтобы сжечь их А пшеницу Уберите в житницу мою Иную притчу Предложил он Им Говоря Царство небесное Подобно зерну Горчичному Которое Человек взял И посеял На поле своем Которое Хотя Меньше всех Семян Но Когда вырастет Бывает больше всех Злаков И становится Деревом Так что Прилетают птицы небесные И укрываются В ветвях его Иную притчу Сказал он им Царство небесное Подобно закваске Которую Женщина взяв Положила В три меры Муки Доколе Не вскисло Все Все сия Иисус Говорил народу Притчами И без притчей Не говорил им Да сбудется Речено Через пророка Который говорит Отверзу В притчах Уста мои Из реку Сокровенное От создания Мира Тогда Иисус Отпустив народ Вошел в дом И приступив К нему Ученики Его сказали Изнесни нам Притчу О плевелах На поле Он же сказал им В ответ Сеющий Доброе семя Есть Сын Человеческий Христос Поле Есть мир Доброе семя Это Сыны Царствия А плевел Это Сыны Лука Враг Посеявший Их Есть Дьявол Жатва Есть Кончина Века А Жнецы Суть Ангелы Посему Как собирает Плевелы И огнем Сжигают Так будет И при кончине Века Сего Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих И соберут Из Царствия Все соблазны И делающие Беззаконие И вернут В печь Огненную Там будет Плащ И скрежет Зубов Тогда Праведники Воссияют Как солнце В царстве Отца Их Кто имеет Уши Слышать Да слышит Еще подобно Царство Небесное Сокровище Сокрытому На поле Которого Найдя Человек Утаил И от радости О нем Идет И продает Все что желает Имеет И покупает Поле Еще подобно Царство Небесное Купцу Ищущему Хороших Жемчужин Который Найдя Одну Драгоценную Жемчужину Пошел И продал Все что имел И купил Ее Еще подобно Царство Небесное Неводу Закинутому В море Захватившему Рыб Всякого Рода Который Когда Наполнился Вытащили На берег И все В хорошее Собрали В сосуды А худое Выбросили Вон Так будет И при кончине Века Изыдут Ангелы И одели Злых Из среды Праведных И вернут Их В печь Огненную Там будет Плащ Искрежет Зубов И спросил Их Иисус Поняли Ли Вы Все Это Они Говорят Ему Так Господи Он же Сказал Поэтому Всякий Книжник Наученный Царству Небесному Подобен Человеку Хозяину Который Выносит Из сокровищницы Свое Новое И старое И когда Окончил Иисус Прища сии Пошел Оттуда И придя В окрестности Своей Учил В отечество Свое Учил Их В синагоге Их Так что Они Изумлялись И говорили Откуда У него Такая Премудрость И сила Не Плотников Ли Он Сын Не Его Ли Мать Называется Мария И Братья Его И 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 Нами Откуда Же У Него Все Это И Соблазнялись О Нем И 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 аллилуйя у вас что вопрос какой есть это я считал 12 главу 13 главу евангелия